Приветствую всех любителей вымерших животных и людей, кто просто хочет узнать что-то новое. Сегодня для вас я собрал десятку редких ихтиозавров, о существовании которых вы скорее всего не знали. Акамптенектиас дензус – вид ихтиозавров из семейства офтальмозавридов, живших во времена милового периода от 136 до 129 миллионов лет назад. Единственный вроде Акамптенектиас. Известен из Европы, Великобритании и Германии. Описание сделано по останкам, найденным при строительстве дороги А-39 у города Кремлинген на севере Германии в 2005 году. Открытие сделал частный коллекционер Ганс Диттермахт, который занимался поиском ископаемых редкостей в районе строительства автобана. К новому виду также отнесены фасилии, найденные в Англии еще в 1958 году. Общая длина нового вида рептилий составляла около 3 метров и внешне он имел сходство с современными дельфинами. Своё название, Камптенектиас дензус, в переводе с латыни «застывший пловец», получило за очень близко расположенных позвонков. Такое строение позвоночника не позволяло ему поворачивать голову. Возраст находки определен в 130 миллионов лет благодаря постороннему зубу, застрявшему в черепе ихтиозавра. Оказалось, что он принадлежит акуле, жившей в меловом периоде. Это указывает на то, что ихтиозавры еще жили в морских водах планеты в начале Мела. Они вымерли в конце юрского периода, как считалось ранее. Экскалибозавры, ящер экскалибура, род крупных ихтиозавров длиной до 7 метров. Жили в Синемюрском отделе юрского периода, возраст которого от 203,5 до 194,5 миллионов лет. Останки обнаружены на юге Англии. Экскалибозавр – самый крупный представитель группы эвринозавровых. Конечности ластообразные, длинные и узкие, что обеспечивают хорошую маневренность при небольшой скорости. Что типично для ранних ихтиозавров, они имели хвост, похожий на хвост угря. Экскалибозавры имели очень длинную верхнюю челюсть, примерно в 4 раза длиннее нижней, которая, видимо, использовалась как оружие. Экскалибозавры питались, по-видимому, рыбой и моллюсками без раковин, кальмары и осьминоги. Возможно, были падальщиками. Чаохузавр – вымерший род базальных представителей ихтиоптеригии или, в зависимости от определения, возможно, настоящего ихтиозавра, из раннего триаса провинции Чаохо и Юннань в Китае. Чаохузавр не имел дельфиноподобной формы тела более поздних ихтиозавров. Он скорее напоминал ящерицу с удлиненным телом. Эти пропорции были вызваны небольшим количеством позвонков, общее количество пресакральных позвонков около 40, а удлиненным строением каждого отдельного позвонка. Голова короткая, взрослых примерно 3 длины туловища с узким заостренным клювом и большими глазницами. Его зубы заметно гетеродонтные, отличающиеся по форме. Зубы в верхней челюсти заостренные, хотя и тупые. Задние зубы в нижней челюсти выпуклые с выпуклым профилем. Это возможно адаптация к дроблению раковин и моллюсков. Шея относительно длинная. У Чаохузавра были плавники, а не перепончатые ноги. Хвостовой плавник широкий и короткий. Чаохузавр – один из самых маленьких ихтиоптеригий. В течение 20 века его длина была оценена в полметра, так как были найдены только юные особи. После находки увеличили длину примерно до 180 сантиметров. Его вес оценивается примерно в 10 килограммов. Один экземпляр из тех, о которых сообщалось в 2014 году, также содержал останки двух эмбрионов и одного новорожденного. Таким образом, Чаохузавр рожал живых детенышей в воде, как более поздние ихтиозавра. Однако из ориентации как эмбрионов внутри материнского тела, так и новорожденного, который уже родился, становится ясно, что детеныши выходили из родового канала головой вперед. И это отличается от метода, используемого большинством существующих морских живородящих амниот, которые рожают детенышей хвостом вперед, чтобы защитить их от удушья. Малование анахронус – ихтиозавр, обнаруженный на территории Иракского Курдистана и живший от 132 до 125 миллионов лет назад. Длину достигал 3 метров и название малование означает «несвоевременный пловец». Первушовизавр – род платиптеригидных ихтиозавров из позднего мелового периода от 100 до 94 миллионов лет назад из Кембриджа в Великобритании. Остатки первушовизавра Бановкенсис были обнаружены в среднесиноманских отложениях у села Нижняя Бановка в Саратовской области. Впервые таксон был описан в 1998 году. Это самый молодой ихтиозавр, известный к настоящему моменту в мире. Первоначально первушовизавр был выделен как подрод платиптеригия, но в конечном итоге был отклонен западными исследователями как невалидный таксон. Однако, как было установлено в процессе последних исследований, первушовизавр обладает несколькими необычными особенностями строения приорбитальной области черепа, которая позволяет выделить его в качестве особого рода. Он имеет прямокселярное и носальное отверстия, крыловидные выступы носовой кости, а также своеобразное очертание ряда других костей. Также уникальное обрамление наружного носового отверстия этого ихтиозавра. Пара офтальмозавр, что означает близкий к глазастому ящеру. Ихтиозавр – семейство офтальмозаврит и подсемейство офтальмозаврин, обитавший в титонском ярусе от 152 до 145 миллионов лет назад, в позднем юрском периоде на территории европейской части России, покрытой в те времена морскими водами. Род выделил Максим Савич Архангельский в 1997 году. От офтальмозавра, ондорозавра и прочих офтальмозаврит пара офтальмозавр отличается в первую очередь мелкими размерами. Уже взрослые особи не превышали в длину 3 метров, тогда как офтальмозавры и ондорозавры вдвое крупнее. Также у пара офтальмозавра пропорционально более короткие ласты, более широкое тело и менее массивный череп. На примере этого ихтиозавра хорошо прослеживаются черты всех офтальмозаврит, большие глаза, позволяющие видеть в темных водах на большой глубине. О том, что офтальмозавриты глубоко ныряли, свидетельствуют костяные обрамления вокруг глазных яблок, которые позволяли справляться с возраставшим давлением при погружении. Мелкие зубы и пара офтальмозавра – признак охоты на некрупную рыбу и головоногих моллюсков. Симбирскозавр – вымерший рот ихтиозавров из раннего юрского периода, из раннего Баремского века Ульяновской области России. Симбирскозавр, впервые описанный в 1985 году, имеет ряд характерных особенностей строения. Ноздря разделена назоверхнечелюстным столбиком, разделяющим наружные носовые отверстия надвое. Обрамление ноздрей Симбирскозавра также уникально. Соответственно, имеются все основания для рассмотрения Симбирскозавра в качестве самостоятельного рода, не синонимичного оплатиптеригию. Свелтонектис инзолитус – меловой ихтиозавр, обитавший на территории России около 126 миллионов лет назад. Свелтонектис был описан по результатам изучения почти полного скелета с хорошо сохранившимся черепом, найденным в Ульяновской области почти 30 лет назад, в 80-х годах 20 века. Возраст скелета удалось установить по раковинкам крошечных простейших динофлагелят, которые были найдены в породе окружавшей черепахтиозавра. Специалисты пришли к выводу, что обнаруженные виды динофлагелят были характерны именно для Борема. Название свелтонектис авторы произвели от греческих слов «свелтас» – проворный, ловкий, «нектис» – пловец, подчеркивая тем самым изящное и одновременно с этим мускулистое строение тела этого ихтиозавра. Судя по строению скелета, свелтонектис был очень подвижным животным, уступавшим в скорости своим предкам, жившим в юрском периоде, но заметно превосходившим их в маневренности. Ундорозавр Траутс Шолди – ящер из Ундор. Вид ихтиозавров из семейства в Тальмозаврит – окаменелость, обнаруженная в верхнеюрских отложениях Европейской части России. Название дано в честь села Ундоры в Ульяновской области, близ которого были найдены его окаменелости. В конце юрского периода Европейскую часть России покрывали воды северной части океана Тетис, в которых помимо андорозавров встречались другие ихтиозавры, в том числе и офтальмозавр, парафтальмозавр и гренделиус. Эти животные являлись вероятной добычей крупных хищных плеозавров, а в их собственный рацион входили мелкая рыба и головоногие моллюски, которых ихтиозавры ловили в том числе на большой глубине, о чем свидетельствуют патологические последствия на их костях, вызванные сменой давления воды. Длину достигала 4 до 6 метров. Утатсузавр – род вымерших морских рептилий из отряда ихтиоптеригий, таксона включавшего в себя ихтиозавров, самый древний и примитивный представитель этой группы. Название дано по месту, где впервые были найдены останки и означает «ящеры из Утатсу». Это была рептилия с короткой головой и узкой мордой и маленькими плавниками. Утатсузавр важен для палеонтологической летописи, особенно ее аспектов, непосредственно касающихся истории и развития морских рептилий, ведь именно его считают первым из когда-либо живших на Земле представителем ихтиозавров, а иногда он выполняет для специалистов функцию некого образца, который запечатлел в себе все базальные свойства. В числе них свойства скелета, типичные для диапсид, группы сейчас включающие ящериц и зародившиеся с появлением первонастоящей рептилии – петролокозавра. Утатсузавр не был настолько хорошо приспособлен к жизни в море, как более поздние ихтиозавры, к примеру, у него отсутствовал спиной плавник, а хвост его наклонялся вниз, что привело к неравномерному распределению хвостовых позвонков, к тому же, опять же, он, в отличие от более продвинутых форм этого отряда, был негибким. Но Утатсузавр, тем не менее, не являлся, скорее всего, определяющей примитивной формой, поскольку его плавники имели четыре пальца вместо обычных пяти у других ранних ихтиозавров. Это позволяет сделать вывод, что Утатсузавр, вероятно, находился на особой эволюционной линии, которая вела к переходным ихтиозавром, таким как Миксозавр, у которых было три пальца, как у продвинутых форм, таких как собственный ихтиозавр. И только поэтому Утатсузавр остается крайне важным для специалистов при изучении ими эволюции ихтиозавров. Несмотря на всю свою примитивность, это был достаточно крупный ихтиозавр в длину он достигал 3 метров или 18 футов, а весил целую тонну. Если вы не узнали хотя бы пары ихтиозавров, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, вступите в группу канала, ссылка будет в описании. В будущем я и дальше буду расширять ваш кругозор в этой тематике. Обязательно поделитесь в комментариях под этим видео своим мнением и впечатлениями. Субтитры создавал DimaTorzok